Мир вам, дорогие братья и сёстры! Обращаюсь ко всем тем, кто знает Господа нашего Иисуса Христа. Моя собеседница и наша сестра Наталья попала в тяжёлую жизненную ситуацию. Точнее сказать, её сын Николай, вечером оборонявшись от нападения двух разбойников. Одному из них он повредил поднявшему с земли гость или арматуру, повредил центральную артерию на ноге, и тот истёк кровью. Николая подставили и вменили ему срок, гораздо превышающий статью самообороны. Его осудили как убийцу. По причине того, что отец пострадавшего имеет высокое милицейское звание, в фильме вы услышите подробности о случившемся. Давайте и попросим Господа нашего помолимся, чтобы Господь исправил эту несправедливость, и чтобы суд пересмотрел это дело и вынес справедливый приговор. Добрый вечер. Вы меня слышите? Добрый вечер. Да, я слышу. Ты видите? Вижу. Видите? Прияла. Очень рада. Очень рада. Очень давно хотела, ну как давно, ну недели две поговорить, потому что чувствую очень большую эту необходимость. Просмотрела, ну почти все видео, практически. На больничном была днём и ночью, можно сказать. Сделала какие-то выводы свои, что-то понравилось, что-то как-то не очень, что-то заинтересовало, но много чего интересного. Я, как и вы, тоже живу Иисусом Христом. И днём, и ночью, и просыпаюсь, и засыпаюсь, и тему днём, это уже два года. А пообщаться и поговорить на эту тему, ну нет. Нет. Человек, ну мы живём в таком мире, что детям, говорю, ну как бы они меня понимают, понимают, принимают, как бы вразеевывают, но глубины такой, чтобы вот чувство такого, что как бы от одного имени у меня постоянно мне хочется плачать, как вот ты говоришь, что ты имеешь в Иисус Христос, и вот такое вот благословение. Я вот слушала Потёмин, да, Евгений? Потёмин, да. Мне очень понравился он. Я как услышала вообще, как он говорит, и как вот сразу ты его как бы не очень принимал, и как начал его немножко подковыривать, а тем более после этой смски, вот что было, и ты к нему так вот, а он так спокойно, так... Я думала, что же дальше будет, и так вот каждое его слово стало настолько... И у меня настолько стало хорошо, вот я почувствовала... Это что? Какой ролик? Как называется? Первый, наверное, про дух, вот что-то вот, или веру. Вот когда разговор шёл, как славить Бога, правильно или неправильно, вот их выложено не очень много, пять, наверное. Ну вот это вот один из первых, который он отвечал на СМС после, ну вот, о Лапкине. Вот он написал, что он настоящий христианин, а вы лжецы, и ведь все самые, ну, такие... И он начал, что мог давать вера, и что... Я, например, всё время думала, почему... Вот он этот вопрос разъяснял, почему меня не тянет в церковь? Ведь я так люблю Бога, всей душой, вот не задумываясь, как говорится, и жизнь, и всё до последней клетки свои отдам. Мне, ну, как бы Бог для меня на первом месте, но в церковь меня почему-то не тянет. И я всё думаю, с Богом ли я и нет, а почему так, вот как это мне так, вот, это что-то и церковь, это что-то я себе даже оставила, ну... Что вы понимаете под словом церковь, что церковь для вас? Ходить в церковь, значит, молиться, служба, вот это вот, я и причастие, вот книгу, вот это вот, ну, про причастие, всё. Я всё сделала как положено, ну, как бы, стена такого у меня не было раньше. Я почему спрашиваю, церковь-то она, это... Христос не говорил, что она будет где-то в зданиях каких-то. Церковь – это не здание, это собрание людей, это неважно, где собираются эти люди. Церковью даже является один человек, живущий на острове, в землянке в какой-нибудь, он тоже называется церковью. Вот 17-й год произошёл, сто лет назад, да, разрушались все храмы священников, всех разогнали, кого убили, кого посадили. Вот, и тогда же церковь-то, она оставалась где-то, правильно, невидимым образом. Люди как-то и собирались по домам где-то, на квартирах, вот, в лесах где-то, на полянах. И церковь всегда была гонима. И сейчас вот мы живём в такие благодатные времена, что Господь даёт нам, ну, практически христиане никогда так не жили, они всегда были гонимы во все времена, видимо, перед большой скорбью, так Господь даёт вот такие времена, вот, а ведут опять на людей то же самое. Конечно, создать можно вот сегодня по образу московской патриархии, там большой рынок, да, рынок торговый, вот, а церкви там нет. Церковь там, где Христос, где любовь к Богу. Люди говорят, я верю в Бога, но это просто модно сейчас говорить. Вот, 30 лет назад было модно говорить, что я не верю в Бога, да, люди даже как-то кичились этим, я атеист, и что, ну, как в школах, помните, раньше. Сегодня модно поменялось, надо верить, сегодня модно верить, сегодня модно ходить в православные здания, да, называемые церковью. Ну, Господь сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют её. Он имел в виду церковь, которая внутри человека. Раньше была пословица, существовала такая на Руси, церковь не в бребнах, а в ребрах. То есть, в ребрах, внутри человека, как Господь говорит, царствие небесное внутри вас есть. Вот, мы найти Бога, сможем Бога даже в безлюдном месте абсолютно, где нет никакого храма, никакого строения. И Богом можно жить везде, и в гонениях, и в радости. Я никогда тоже не ходил ни в какие здания, лежу в своих четырёх стенах, всё равно это я в церкви. Я никогда не ходила раньше, я вот крестик ношу только лишь на пятый или шестой месяц. У меня было предвзятое мнение такое, ну ладно же, что как это так, аудиоубийство Бога нашего носить на себе. Это вот как, какое-то такое вот ненормальное было отношение вот к этому. Вот у меня только за два года вот этих, я практически ни с кем не общалась, ну не общаюсь, пока всё перевариваю. Вот, перечитываю Евангелие, Гринчанинова, Осипова пересматривала, начинал мне всего, мне очень нравился Александр Христианин, вот этот, как это его фамилия, Калинин. Но теперь я не могу его смотреть, потому что что-то в нём очень сильно поменялось. Какой-то в нём, он был искренний, и я понимала, он говорил правду. Я понимаю так, что Дух Святой был на нём, может даже и есть сейчас, но что-то сейчас не то. Прилип к земле просто, у него родилась дочка, и у него как бы большая часть сердца его, то есть Господь предлагает нам отдать сердце целиком ему, Господу, да, вот, а он большую часть сердца отдал дочери, то есть земле. Он надал свою любовь не Богу, а своему ребёнку, и из этого всё и получилось так. Человеческий фактор сработал. А у меня наоборот, у меня была такая привязанность к детям, к внукам, особенно вот к внукчику маленькой, которую, ну, я росила тут, они сейчас приехали в другой город. У меня была тоска невыносимая, это просто не описать никакими чувствами, не помню к детям такой тоски, пойми. Когда со мной стал Господь, ну, я ещё младенец, как говорил, вот, вот, о Тёме, на Господе, младенец, два года, это не... У меня привязанности практически все отпали от меня. У меня случилось сразу же очень большое несчастье. Такое страшное, о котором даже представить вообще не могу. У меня сына чуть не убили, и даже милиция засадила на динамбург. Буквально... А сейчас, получается, в тюрьме, да? Это вот случилось буквально вот в одном месяце. Вот, вот на мне благодать, я чувствую, я купила Библию. Я летать начала, просто начала летать, и буквально через две с половиной недели вот такое несчастье. Ну, потому что там с детям индиционера были, ну, алкогольным. Поэтому вдвоём на паузе чуть не пребили. Боремся, сколько есть сил. Я так думала, что это, может быть, какое-то испытание было. Ну, конечно, только родители одни за одним у нас, и все, ну, так, двое маленьких детей, один год за два года у него. Ну, в общем... И я смотрю, что если бы не Господь со мной, меня бы уже, ну, не было. Я бы, чисто физически, просто не пережила бы ни судьи вот этого, ну, меня бы не было. А так я чувствую, у меня постоянная поддержка. Я постоянно слышу, я постоянно чувствую. И привязанностей таких нету, вот. У меня привязанность в Богу. И о нём я хочу говорить вот везде, всегда. И о чём бы разговор, где бы я ни пошёл, ну, вот с дочерью, там, на работе, что я работаю в больнице, заведу архивом, там, тихо, ну, как бы никто не доедает, и медикаменты на компьютере общается. Вот так я не общаюсь нигде, ни в чём. Я и раньше не общалась ни с кем практически. Ну, как я одна, я сама в себе, как-то в себе, ну, дети, там, 16 лет в разводе, и... У меня духовное всё интересное. Вот благодаря усидчивости, вот этой медитациям, я, как бы, как-нибудь всё, ну, дурному этому, вот. Главное, медитации, вот, отче наш, ну, вот, три раза, вот, как обращение к Богу, да, покаяние было такое, покаяние сильно, что я просто рыдала, и вот, как этот козлу, ну, наверняка, как это его, Дмитрий, вот этот вот, он как-то таким смехом, покаяние, как покаяние, как не покаяние, оно, наверное, приходит само по себе, оно, наверное, если нужно прийти к этому покаянию, оно приходит. Потому что содрогаешься весь, и просто настолько к Богу кричишь, что, ну, оно или, наверное, придёт, или его не будет, оно, наверное, или дано, или просто надо очень просить, наверное. Потому что, вот, как Александр говорил, Калинин, что две месяца молись, 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 и ты услышишь Бога, я не знаю, я так не пробовала, но теперь услышавший, вот, Евгения Патерина, он говорит, он вообще сказал, что вот это Иисус Христос не сходит, значит, он уже к рождения выбирает этот человек, и, как бы, он уже знает, на ком будет Дух Святой. Вот ты с этим согласен? По этому поводу очень опасно рассуждать, мы можем только отталкиваться от того, что написано в Евангелии, в Слове Божьем. Говорится и так, и так. Господь говорит, просящего не отвергну от себя. Кто будет просить, тому дано будет. В то же время и другое есть, то, что никто не может прийти к Богу, кроме тех, кого изберёт сам Господь. Кто знает, какие состояния и обстоятельства попадает человек, да. Иногда, сколько свидетельств историй бывает, ну, таких документальных, допустим, человек тонет где-то, или самолёт падает, человек клянётся просто Богу, Господи, сделай, управь ситуацию, да, я посвящу свою жизнь, вот, тебе. У человека, как бы, грань смерти и жизни, да, и человек начинает остро это чувствовать, вот, и он обращается к Богу. И иногда Господь исправляет ситуацию, вот, и тогда человек, человек, он стоит перед фактом. Вот ты мне обещал, вот, и у человека срабатывает настолько совесть, что он действительно оставляет мир и посвящает жизнь Богу, вот. И, а как мы, как мы тут сможем понять, да, то ли... Да, если он был начальник. Да, или он сам это... Тут не надо об этом даже говорить, потому что мы можем... У меня вот тоже ошибиться и похудеть Духа Святого. Да, да, да. Я тоже так думаю, что... Я об этом раньше не задумывалась. У меня только постоянно мысль такая, за что мне такое, грубо дать, вот, за что она мне, потому что настолько грешный человек, ни передащий, ни храм, ни засток, ни этих, ничего. Ну, вообще, ну, какая наша жизнь без Бога? Ну, безбожная жизнь. Не сказать, что там уже совсем уже там, но все равно. Грех на грехе, и мне постоянно вот это вот, Господи, ну, настолько недостойно. Есть притча такая, когда он, ну, звал на пир людей, да, друзей своих всех, а они не пошли. И он говорит, послал Гонцову, говорит, собирайте по улицам всех серых, убогих, да, приглашайте на пир, да. Вот, это же с чем сравнивается? Господь пришел к своим, да, кто такие свои, это иудеи, которые хранили веру Бога Саваофа от начала времен, от тех времен, когда Господь явился Аврааму, вот, от самых, да. Господь пришел к ним, и свои его не приняли, распяли его. И тогда Господь решил отдать, ну, наследие это всему миру, да. И сегодня вот все, они же не зря нас называют Гоями, да, мы для них, ну, как бы, собаки беспородные, да. И вот именно нам, вот таким вот безродным, сам Господь и отдал наследие. Вот, и сегодня мы вдвойне должны, ну, благодарить за то, что он нас избрал, да, за то, что мы не иудеи по, ну, как по рождению, а по духу. Мы теперь иудеи, ну, кто такой еврей? Это в переводе означает «знающий Бога». Вот, те были они, евреями были, ну, по плоти, да, то есть у них такое первородство было. Вот, а сегодня мы духовные евреи, и нам Господь предлагает духовный Иерусалим, город, тот рай, который он создал, которому сказал «и глаз не видел, ухо не слышал», это называется «небесный Иерусалим». И вот мы, дух по духу, евреи, да, знающие Бога, являемся наследниками. Насколько являемся, это опять же мы имеем, да, общение с Господом, но мы можем в любой момент потерять Его, поэтому надо бодрствовать и держать свой ум до самой смерти. Я не захочу жить никогда ни за что на свете, для меня страшнее всего, страшнее всего, что только может быть. Я только боюсь, конечно, если вот меня, например, пытают будут резать там или еще что-то, я прошу только об одном, чтобы не предать Бога, чтобы вот претерпеть до конца. Все из нас предадут, если с нами в ту минуту не будет Господь. Надо просить не о том, что не предать, а чтобы присутствовал, присутствовал с нами Бог, чтобы Он давал свое подкрепление, потому что без Его поддержки никто не выдержит. Ну, начнут тебе иглы под ногти совать, да шо ж ты, не предашь, конечно, предашь, если Господь не укрепит. Я вот смотрела вот этот вот ролик, я, во-первых, хочу сказать, не сказала даже слова благодарности, ты такое дело делаешь, такое важное, такое нужное. Я не знаю по поводу икон, вот как что, но вот эти ролики, вот эти все беседы, разговоры, кто смотрит, я, ну, кому кто понимает, что мне сказала, дочери вчера сказали, ну, вески смотреть, потому что это вообще, пример, такого примера, ну, не знаю, наверное, в мире нету, потому что эти вот, которых там, я особо не интересовалась жизнью, которых рук, ног там нету, там, спортивное достижение, вот это, ну, все, вот этот физик там, что он там физически, эти вот какие-то там формулы, ну, меня это не интересует, я никогда на это не смотрю, то, что делаешь ты с такими болями, с таким всем, и говоришь о Боге, это такое. Идет внутри меня, ну, я как бы поделюсь, что внутри меня происходит, когда вот мне говорят такое, да, опять же, борьба такая внутри происходит, вроде как лукавый хочет, да, вознести, тут же Божие, вот то, что Божие внутри меня есть, и она вассаживает, она говорит, это же все не твое, это Господь делает, понимаете, мы не можем вообще возвысить себя ни в какой степени, а почему, потому что я просыпаюсь, я говорю себе, я не буду вообще, я не буду эти разговоры, у меня сил вообще никаких нету совершенно, ни ролики эти делать, это же просто никто не знает, кто с этим не сталкивался, на каждый ролик по два-три дня уходит, это, я не знаю, я каждый раз отказываюсь, вот, а вот мы перед тем, как встретиться два дня уже, да, вот, я, у меня такая борьба, вот, я уже молюсь, я почему написал, у меня в скайпе написано, что перед звонком надо, ну, как бы написать сначала, мне надо помолиться, что мне Господь даст ли благословение на общение с человеком, то есть, очень часто бывает, ну, потому что я шел поперек Бога, когда Господь не благословлял говорить с человеком, я опять наталкиваюсь на стену такое, что входим в конфликт с человеком. Вообще, ну, я все время наблюдаю за тобой, вот, в ролике, как ты реагируешь, ну, на какого вот человека, но, вот, лучше всего, у тебя прям вот, ну, вот так вот, ты сразу как-то его не принял, ну, мне тоже как-то сразу что-то, как-то внешний вид такой суровый у этого Потемина, но он очень духовный человек. Мне, по вере моей, не положено с ним общаться вообще. Да. Ну, потому что он еретик, вот, он меня хоть называет еретиком, да, я-то верю в Бога Троицу, в Отца Сына Духа Святого, у него другая вера, а мне Господь запрещает с такими общаться, даже, ну, не приближаться к таким людям, ну, я прекратил с ним общение, ну, потому что, ну, я многое не выставляю, я выставляю то, что только людям, как бы, в укрепление пойдет, а много бесед я не ставлю, потому что он, как бы, свою веру пытается наслаждать. А о Боге, ну, у меня в архиве Троицу и разговаривают не с кем, и я два года, я вот Библию читала, то, все, не то, что я искала общение, я не находилась с кем, я хотела с Александром поговорить, даже у меня такого мысли поехать было, пообщаться, думаю, Господи, он же вот, ну, Бога видел все вот это вот, а потом вижу, вижу, вижу и смотреть не хочу совершенно. Ну, благодаря ему я узнала о тебе, Сережа, узнала. Ну, вот он, когда приезжал, и он о тебе очень хорошо рассказал, мне по телефону рассказывал про тебя, когда он собирался с тебя поехать в Аронишево, ну, как-то вот так вот вышло, ну, я не знала верующих, ну, вот как-то, вот буквально вот эту неделю на больничном была, смотрела клипы эти, и я, конечно, под таким впечатлением, я смотрела день и ночь, и как по мне и грузами вставали, вот так мне надо было. Господь, в общем, как камни раскидал, значит, кому-то дал Святого Духа, а неужели вот стяжать ее нельзя, вот как? Ну, Дух, Дух дышит где хочет, Дух Божий, Он пронизывает все пространство, вот он может, вот я, допустим, узнал о Господе вообще через свидетелей Его, это юридики, ну, кто такой юридики? Это человек, который отходит от общего понимания, да, ну, вот вера православная, она как бы идет от начала времен, вот, исторически даже, ну, верили так и предки наши, и вот история Руси православная тысячелетняя, ну, отцы наши, деды, прадеды так верили, да, что нам искать-то другого, зачем нам другое измышлять? И все, кто они так верят, они называются юридиками. Чем дальше человечество углубляется, ну, во времена вот вот эти технологии, да, тем оно развращенным становится, вот. Вот, мы поэтому должны слушать людей, которые впереди нас шли, то есть были ближе к Богу, ну, по плоти, можно сказать, не были настолько испорчены. Вот Дух, он как бы присутствует на земле, но он с каждым, можно сказать, столетием, с каждым годом, он забирается Богом, он не сразу забирается, а по мере иссякания любви в мире, чем меньше любви в мире становится, чем меньше уважения к друг другу и любви друг к другу мы испытываем, да, тем больше Господь забирает Духа. А это о чем говорит? Это говорит о том, что мы становимся уже менее духовными, более плотскими людьми. Вот, и те люди, которые были сто лет назад, они не могут равняться с нами никак, потому что мы сильно испорчены. Вот, допустим, когда Адам и Севы были изгнаны из рая, вот, женщине одной было это видение такое, а они настолько были светлыми, то есть, если бы мы их увидели сейчас, да, людей, таких же, как и мы, подобных нам, они были подобны ангелам, вот такие святозарные были, Адам и Ева уже грешные, а мы вот перед ними сегодняшние, как черные головешки, вообще, как угли. Люди, как бы, немощные, мы всегда ищем подкрепление, да, ну, и мы не можем до конца по греху своему, по греховности своей, мы не можем различить Духа в себя, это иметь нужен дар, такой талант от Бога, вот, вот, ну, есть такой талант развлечения духов, вот, мы часто не можем разобрать, откуда идет, казалось бы, вроде, вроде такая благодатная весть, вот, и сообщение в Душу, они, разобраться невозможно, от Бога это или от, ну, от дьявола, да. Нет, когда от дьявола туда смущение, даже если мысль какая-то приходит, ой, что-то я как, ну, вот, а от Бога всегда благодать. Мне кажется, от дьявола благодать не может быть, потому что я помню, что... Может, он настолько искусным стал, что он может принимать вид ангела света, это о чем говорит, что он может мысли настолько лукавые посылать, они могут настолько благодатными казаться, а это, для этого у нас существует общение с братьями, вот, ну, как бы, нужно иметь такой, особенно с женщинами. Да, так и я вот... Женщины падки вообще под влияние, его надо всегда советоваться с мужчинами, вот, как бы, по любым вопросам духовными, вот, поэтому и существуют люди, вот, отцами их называют в церкви, да, надо соизмерять свое, вот, как бы, мнение, с мнениями других людей. А что я все перечитала? Ты не читала о что? О что? Ну, я в курсе, так немного знаю. Вот, это мне... У меня сестра преподавала вот эти, она тоже все это бросила, ушла. Да, я не смогла, я перестала смотреть, вот, эти визионные передачи от меня все это отошло, что музыку, вот, это даже близко нет. Книги, ну, никакие, а вот Сахаджа Юга, там, вот, Шрима Таджи это писал, и я прям так увлеклась, и это прямо, как будто она была святым духом на земле, то есть воплощение святого духа. И я даже уже в это верить начала. Потом уже у меня какие-то сомнения. Но благодаря вот этому всему, вот, была медитация, вот, как и ты с этими, ну, вот, вот, Дух Святой. И у меня переплелось, вот, медитация, вот, вот, Ченаш три раза, вот, я говорила все. И вот, Александр Христианин, вот, как раз, мне вот надо было чик и смотреть, и все. И на меня вот сошло, вот, именно вот его видео, это первое, и все вместе. И вот это все вместе переменило меня, вот, 7 марта, ну, два года назад, ну, полностью. И меня, это еще два года прошло. Ну, в общем, отрезало все, то, что мне нравилось, у меня этого нету теперь ничего. То, что мне вообще нравится, мне вообще сейчас ничего не нравится, мне ничего не надо. Я так духи не любила, соединяла, там, даже запах, вот, увлечения. Ничего не хочу вообще. Я вот хочу читать Евангелие. Представляешь, а мы в вечности, вот так, если мы безотступно будем с Господом, да, если любовь свою умножать будем, мы будем расти, и вот, бесконечно. Да. Вот, миллиарды, миллиарды лет, вот этот Дух в нас будет умножаться, и, как бы, будет просвещать нас бесконечно, и мы будем в бесконечности стремиться к Божественному, уподобляться Богу, а так как это невозможно, потому что Бог в своей любви бесконечно велик, да, вот, ну, таких измерений нет, чтобы измерить эту любовь, мы бесконечно, это вот такой прогресс. Люди говорят, да что там вашему раю делать, это просто, как бы, человек в жизни, видимо, не испытывал духовного роста, да, вот, о том, о чем мы сейчас говорим, вот, сравнивая прошлые годы, вот, с нынешними, да, вот, Господь сказал, вкуси, и увидишь, якоблах, и человека любят, да, ну, насколько блаженство, вот это вот, человек живет, да, проходит 10, 20, 30 лет, а он, каким был, так, как песням, какой я был, такой и остался, это же беда, человек по плоти, просто закостеневает, вот этот вот, как бы, в нем совесть, отношения с Богом, они атрофируются полностью, у меня, вот, допустим, тело атрофировано, да, вот, у человека, вот этот канал с Богом атрофируется, он просто закоксовывается, да, и человек, вот, свое вот вердевое, о чем мне, я все понял в жизни, дерево посадил, дом построил, сын родил, и все, денег много, хорошо, все нормально, я вот понимаю, я вижу, я знаю, и чувствую, что ты счастливый человек, очень счастливый, счастливее нас, вот, нету никого, и у меня такое горе, у тебя такая беда, но мы же ведь счастливые, вот, я и дочки говорят, ну, кто же ты меня жалеешь, я счастлива, ну, вот, я сейчас, я плачу каждый день, я не заплачу, ты нажалка, я же свидание, вот это все, его поддерживает дух, он не падает, он знает, что он не виновен, грех он не совершил, что вот это, я все равно кайся, и молюсь, пишу ему молитвы, письма, вот все это, плачу, но все равно душа, то счастлива, дух, вот он тянется, он Богом, и мне что бы вот ни случилось, это пожар на воде нет. Именно пожар, это испытание огнем, вот как возьмем, любое металл, да, допустим, если в сравнении, то у отцов где-то, если бы металл был живым, ну, вот, как бы, руда, да, это же сколько ей надо претерпеть испытаний, чтобы ей стать сначала, ну, литьем, а потом уже изделием каким-то, через какое вот горнило, вот это, через какой огонь, через какую температуру проходит, потом его выковывают, его вот так и с человеком, человека Господь проводит через такие испытания, чтобы сделать из него изделия, которые он сможет принять в свою райскую обитель, ничто нечистое не может войти Господу в Царствие Его Небесное, кто не проходит этих испытаний, или отвергает их, или, как бы, не хочет их принять по их естеству, да, он тем самым не принимает Господа. Мы должны за все благодарить. Да, за все, за все, да, не достигнет, в наше время, человек не достигнет, если он не будет страдать. Я бы с удовольствием, если бы это можно было, если бы Господь вот так вот сделал, я бы половину твоих страданий забрала, по себе. Мне бы легче было. Я бы хотела физически, душа так вот переживает, все, ну, как физически, боль выдержать, я маму, большой барьер такой был, были, хватало и почки такой, умрала по три дня, ну, сегодня, если бы это была возможность, я молюсь, чтобы тебе, конечно, да. Да не, Наташа, это Господь дает каждому по силам, я вот тоже по своему, можно сказать, неразумению, когда тоже вот только обратился, вот такая ревность по Богу, любовь такая, я уже говорю, Господи, то, что ты мне положил, это я не считаю за испытание, вот, ну, как бы, вознесся над тем, что мне дал Бог, да, вот, и я говорю, ты мне давай больше, давай мне сколько, вот, а Господь, давай попробуем, если уж ты, ну, как бы, это вот можно с чем сравнить, где-то, допустим, тренировки, какое-то состязание, соревнование, там, и вот, там, ученик, да, спортсмен, какой-то тренер, говорит, да, что ты мне написал, расписал программу, я там на большее способен, да, а спортсмен говорит, ладно, давай я тебе побольше дам, вот, и Господь мне дал такое, да, а ты больше просишь, на-ка попробуй, ну, вот, наверное, лет 7, может, 8, он мне такое дал, что, ой, говорю, Господи, не надо забери, я не прав был, а провел Господь, и дал и операции, вот эти вот пережить, и все такое, у нас одна работа, это любовь, любить друг друга, и все, а какая еще работа, вот эту работу, это та работа, которую мы не исполним, вообще, я же говорю, вроде заряжаешься, все, сейчас я буду всех любить, а она попробует, стона такие палки в колеса вставляет, что? Да, вот я себя проверила, не сказать, что люблю, но эти люди засадили сына, и так засадили конкретно, и милиция, эти дети, они же его убивали, он на коленях был, у меня сын, дома какой-нибудь, он ни разу с милицией связан был, он работал всю жизнь, 17 лет, академию закончила, ПХУ, вверх, а сколько ему лет? Сейчас уже 28 лет, ему 12 лет, ни за что, но мы будем бороться, поедем еще, в Минск, А где, в Минске сидит, да? Не, сидит в школе, а едем в Верховный суд, он, разговаривает, будем бороться за него, но ни за что, действительно, сидит, ему условный срок, у него, как повышение там обороны, какой-то лайк поднял там что-то, и попал в ноги в артерию, а он пьяный, они догоняли добивать, кровью и стеклась. А чем он артерию пробил? Вот он на коленях был, лучше какой-то или гвоздь, или кусочек арматуривной земли, в потемках, у них голова была. И он махал, вот так не видно, а они вдвоем, один держал, вот так, а другой был ногами. И все побои есть, и все колени отбиты, и сотрясение нос сломано, ну, и все партия подписывали. А там, там важно это, он подобрал, или у него с собой был, это... Собрал там, на асфальте, это как орудие уже не может, это средство обороны тогда получается. Да, да. Ну, конечно, 12 лет, это очень много. Много, ну, это знает все милиция, потому что это дети милиционера были. Ну, и что, дети милиционера? Ну, 4 года максимум. Мы тоже так думали. Вот так вот. И сидит, рядом сидит 11 лет, которая жену расчленивает, а это уже жена была, по счету, вторая по расчленивает. В одной, в одной камере сидят, да? Ну, там их 100 человек, потом уже в тюрьме. Ну, надо, конечно, подавать апелляцию, надо бороться. Да, да, боремся, конечно, что-то, сколько, это такое горе, если бы не Бог, я не знаю, как бы я работала, и сил бы, ни на что бы не хватило, я себя знаю, за какой удар вынести, конечно, я бы чисто физически не смогла. А вот Господь помогает, дает силы, держусь. Знаешь, что, мои страдания, я, вот, понимаешь, я спросила Бога, Господи, пусть у меня будет раз в последней стадии, пусть у меня будет неизвестно что, но только пусть это строка этого не будет, там, ну, меньше, хоть по справедливости бы какой-то, потому что, ну, жизнь без сына, это вообще, был бы какой-нибудь бандюар, там, я бы, может, жалко было, но он на столько у меня получился, не только для меня, он. Он не женатый? Женатый, двое маленьких деток, три года и два. Ну да, кошмар. Кошмар и хихий ужас. Ну, Каждый год, видишь, мне, вот только, вот, как говорится, я стала счастливой, только сыну говорю, вот стала Библию, сынок, читать, и как-то за неделю до случившегося, я говорю, к Оле, он говорит, ты знаешь, что, есть я, ты меня любишь, я одна, но сынок, Бога ты должен любить больше, чем я. А как его зовут? Николай. Николай. Забрали сразу, они его засадили на две недели в это самое, я вот его, вот мы... А, то есть, его прям там забрали, да? Забрали и кинули, он две недели на бетонном полу там был, с ломаным носом, с отрепением, он не ел, он похудел на 20 килограмм. Ну и не дали ни адвоката, никого, да? Потом уже стали давать адвоката, а сразу нет, потому что они думали, что, что умер. Ну, это самое лучшее поотмещение было, конечно. И подставную рудку ему туда, мы подсылали, ну, в общем, подделывали, меняли показания по 100 раз. Ну, батька в милиции нашей работы, все, возил, и витебский, всех этих милиций, милицию главных, кто-то сразу подключен, они сразу вот все отговорились, он сказал, я его засажу, так, что он оттуда не выйдет. И хотел еще в какую-то там, нервиз, на какую-то тюрьму, где все наркоманы. И в тюрьме все знают, что он нормальный, к нему все относятся хорошо. Вот, на свидание ездила, все, ну, как бы, 12 лет, за то, что чуть не приступил ее. Вот и все. Так что, ну, я как, я даже не думала, что я об этом вообще расскажу, что буду говорить. Я хотела пообщаться больше с такой, ну, сам понимаешь, на, такие темы у меня, что бы, тревожить, по-моему, когда поговорить-то не с кем. Я не помню. Я очень плохо помню, как я раньше думала, и как я мыслила. Я стараюсь вспомнить, я знаю, что грехов много было, очень много. Но, как я жила, и вот, о чем думала, мыслила, и как-то, вот, как-то наполовину были, помню, как-то стерло. А это то, что стерлось, это Господь простил, Он и стирает, и с памяти даже, это все об этом. Не надо стараться, что-то вспоминать, нам надо иметь, как бы, перед собой все то, что, ну, мешает нам жить. Грех, он всегда, как бы, находится, ну, на острие ума, да, его невозможно забыть, нераскаянный грех, он всегда напоминает о себе. Вот. Тот грех, который прощает Господь, он истирается даже из памяти. И сейчас, собственно, кричу, куда, на кого-нибудь, даже к сыну, поехала, что-то я на бугне, по телефону набугнела, прямо так, голос повысил, мне так, я по первому делу, посылочек, прости меня, пожалуйста, что я не сдержалась, что я не должна, была так, вот, я на свободе, а ты там. Он вам могла, перестань, ты давно забыл, и прости. А мне стыдно, что, ну, просто, вот, зачем я бугнел, ну, какое право, мне записи, что это, 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 это ерунда, он глушный, а я, ну, не хотела, чтобы он сильно глушный был, такой, я его устраиваю, дух боевой, чтобы он все, надо понимать, где я нахожусь, и мне вот из-за этого, вот, стыдно, очень, из-за каждой мелочи становится стыдно, стыдно. Я тоже не любил, вот, это, когда люди, ну, много приходило, раньше, люди, они, вот, вроде, подбодрить, там все, я в таком состоянии, ведь человек, он может быть, так вот, приходит человеку подбодрить, давай там, взбодрись, давай там, а это, нет, тебе надо, наоборот, войти в состояние того человека, и принять, вот, именно, тогда ты берешь часть на себя его, это человеку легче становится, когда вот, ко мне приходят иногда, плачут люди, сидят, он плачет, а я уж тогда начинаю его успокаивать, вот, тогда я, да, тогда я укрепляюсь, когда я успокаиваю его, это, святой был один, а он такой, к нему ушли люди, жаловаться все, он, видите, мысловился, что, ну, как бы мог поддержать, и вот он начинал плакать с плачущими, и он плачет уж настолько, что у того, у кого беда, он забывал о своей беде, начинал того успокаивать, вот, это, это же действенный метод, плакать с плачущими, и радоваться сразу, это вот, научись, попробуй его, да, вот, это ж тяжело, я сам по себе знаю, тяжело, но не то, что, у меня зависть, не было никогда в мире, но я вот не могу, хотя учусь давно, научиться радоваться с радующимися, никак я не постигну вот это вот искусство, талант, видимо, нужен. Плакать хотя бы, я не могу, когда люди плачут, я думала, позвание наберу тебе, это переполнение эмоциями, начну плачать, то есть я настроила, что только не начинай, что только развивай, нормально, и что, ну, понимаешь, так мне хотелось тебя увидеть, и я не ожидала даже, это же мне вечером вчера твой скайп дал, позднику. Там, конечно, живое общение между людьми, оно и Богом ценится, и об этом, как написано, что таким общением благоугождается Бог, вот, когда люди, ну, христиане, которые любят Богу, общаются друг с другом, они тем самым угождают Богу, Бог этому радуется, сам Господь, вот когда написано, как, где двое или трое собраны во имя Мое, там посреди них Я, вот, люди собираются во имя Господне, говорят о Боге, и там Господь присутствует, и Он радуется, Я думаю, Амища. Конечно, Он Духа дает своего, Он, как бы, дает, что говорить друг другу, дает, что спрашивать, вот, и тем самым Он радуется. Конечно, нам надо обязательно общаться тем, кто любит Господа, не надо ничего не стесняться, а... Ну, знаешь, как, у тебя столько вот общения, как гляну на это, иконы ты уже сейчас не рисуешь? Или рисуешь? Да у меня сил нету уже ни физических, ни духовных. Ну, картин много, а общение, вот так, мне кажется, оно настолько важно, вот, как с моей точки зрения, ну, с такой точки зрения неверующего, например, который посмотрит, чтобы побольше, да потому, что я думаю, Господи, я бы сейчас вот распахнула, вот, пусть бы меня раскидала по молекулам, и каждому человеку, и не жалко мне меня было бы, чтобы вот каждому это вошло, вот то, что чувствую я, вот так бы хотелось просто, вот распылиться. Я вот, что говорю, вот в старости, как, не то, что надо человека убеждать, поверить, да, а человека поверить, это тяжело, если человек прожил утвержденным в своем, да, ну, если он еще был таким, я узнаю в нескольких коммунистах, там у меня вот родственница есть, так там, непробиваемая она, на этом настаивать не надо, на вере, хотя бы на пересмотрении жизни, чтобы человек, ну, как принято это, вот, люди придумали еще последние сто лет, да, старики говорили, или говорят сейчас, будет что, уже хоть будет что вспомнить, да, вот это вот сатанинское, дьявольское, просто пословица или поговорка, надо вот именно человека настраивать на то, чтобы он не то, что вспомнить, а вспомнить и покаяться в этом, ну, вот, в своих блудных, там, похождениях, вот в этих всех стремлениях, там. Это важный момент ты сказал сейчас, да, что ты слышал, не, о, я пожил, так пожил, как бы. Да, да, вот именно все это надо принести Богу, вот эти все воспоминания, надо именно увидеть, что эта жизнь была неправильной, греховной. Если человек в себе, он поймет, переоценку сделает вот эту в себе, это уже большой шаг к Богу будет. Даже не обязательно говорить что-то о Боге ему, потому что принять уже он не сможет. это, он, если сделать переоценку ценностей, это уже большой плюс ему станет, как бы, ну, на суде. Да, чтобы хоть пять лет и стыд настало, хоть. когда Иван Претечь выходил на проповедь, его первым словом было покайтесь, он выходил, просто орал в полный голос покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось вот именно покаяние, именно вспомнить, чем жил, да, и изменить себя. Ну, конечно, дела-то уже не изменишь, все сделано уже, да, все грехи пожаты, вот, а теперь понять то, что это было грехом, или оценка ценности. Ладно. Сложно, а в этом, в этом и заключается вся суть, по сути-то, люди сегодня, ну, как по, там, по пачке, кто их считает, я не знаю, но патриарх Кирилл говорит, что у нас 140 миллионов православных, да, ничего себе, 140 миллионов православных, что это за православные такие, у нас, может, пара тысяч наберется в России православных. Единицы, единицы, вот именно, что, как кто-то говорит, как там не разбросано, так оно так, оно и есть. У нас, в церкви, например, на Пасху, там, я, ни одного, там, верующего, никого. Люди идут, через друга, через друга перелазят, какую-то свечку, кому-то вот это, ну, короче, как всегда, хорошо, если трезвая, а нет, это, Я, допустим, вот то, что рассказывают люди, ну, я бы не ходил в такие храмы, ни за что. По крайней мере, я приложил бы усилия, чтобы священника найти, или уж Бога просить о том, чтобы Господь показал, открыл такого священника, верующего, ну, ревнующего, по Богу. Мне Господь открыл несколько священников таких вот, которые живут, семьи у них такие, они детей воспитывают вот в таком нестяжании, вот, ну, то есть, живущие ради Христа люди. Вот таким священникам, да, я пойду к нему причащаться, конечно. Но у меня нет такой веры, что благодать может не сходить вот на тех, которые не учат людей, да, которые стремятся к обогащению, я не знаю, хотя, хотя предлагают нам принимать и таких, потому что говорят, что, ну, как бы благодать, она не сходит, она, как в Библии написано, что и на ослицу Господь сошел, да, ну, обличил, ослица обличила безумие пророка, конечно, он дух может святой быть в любом сосуде, но я не знаю, ослица, ослица не настолько грешная, как, допустим, глудный или пьяница, священник, да, ослица, она блудит, потому что у нее инстинкт такой, но он-то блудит, потому что в нем сатана, а как может быть совмещаться, не может из одного источника исходить горькая и сладкая вода, правильно? Вот это вот я про это думала тоже, так вот интересно, что священник, вот кто-то говорил, по-моему, Александр, этот, Калинин, что какая у меня разница, какой там патриарх, какой там священник, я не буду на них хулить, главное, что через его руки будет идти дух, значит, святой, какой бы он ни был, он будет даже пьяница, так, а это, ну вообще, вот это реально или это неправда? Да, конечно, неправда, так священники будут до последнего, при антихристе даже будут священники, если мы будем принимать вот это все безобразие, то тогда мы согласимся с тем, что можно причащаться у тех, которые будут антихристом поставлены, причащаться надо обязательно именно именно в православной церкви. Я не навязываю никому этого, я просто веру такую имею, что без причастия, которое подается православие, Господь сказал, кто не будет есть плоти и пить крови моей, тот не войдет в царствие Божие буквально тоже принимать. А что в православии их же всего несколько таких талантов, Евхаристия вот это, Огонь Вечный? Да не Огонь это не таинство никакое, есть семь таинств, это крещение, потом елея помазание, потом причащение, потом венчание, потом священство, вот, что-то я еще не назвал, вот, семь таинств, которые больше нигде как... Что-то не чудо от нас православное? Да, ну, это, ну, возможно, и чудо, но это не таинство никакое. Таких, это просто, это просто чудо от Бога, таких чудес, их в мире миллионы происходят ежедневно, мы просто их не видим, а это, всего этого надо бегать. Господь сказал, что ищет, кто чудес, эллины и иудеи ищут чудес, ждут чудес, вот к этому сейчас и православных приучили, вот к этим различным мироточениям, там, вот к этим тряпочкам всяким благодатным, там, матронушки и все это, бегают, мощят, целуют, а? Ну-ка, там, люди эти, господи, хоть у одного, вот хоть бы один, я вот дочке рассказывала, я говорю, вот интересно, хоть бы один там человек, если подойти спросить и сказать, хочу спасти свою душу, душу своих близких, чтобы Бог поможет, а она говорит, а кто-то знает, что никто не ответит, так? А я говорю, думаю, так что не ответит, там все идут зачем-то, конкретно. Те, которые идут туда, они не думают, а они думают о мирском. Да, кого-то вылечить, кого-то замуж отдать, кого-то, может, тюрьмы, ну, вот такое вот у всех пожелание, я думаю, никто не скажет, хочу чистую совесть и чистую жизнь и прийти к Богу, в конце концов. Именно этот народ, вот, ну, псевдоправославный, так называемый православный, он примет антихриста, потому что людей приучили, вот, причем им внушили вот эти чудеса, да, то, что люди всегда падки были до чудес, да, всевозможных, вот, приучили к чудесам и к ожиданию этих чудес, везде какие-то ангелы, какие-то свечения, то на небе, то там, то сям, да, а сатана, он придет и он, как бы, утолит вот эту жажду чудес, он будет показывать такие чудеса, что и огонь с неба не заводить будет, за это его, вот эти псевдоправославные люди, 250 миллионов или сколько их на земле, они примут его и назовут его Христом, своим Богом, вот, провозгласят его царем и Богом и отрекутся от Христа истинного, вот, как в Писании сказано, я пришел во имя Отца моего, вы не принимаете меня, а кто придет во имя свое, примите его, вот, а из-за чего, из-за того, что чудес, чудеса, чудеса, дайте чудес, знамений каких-нибудь. И вот интересно, найдется ли вот вся огромная церковь, вся одежда и это все, эти смотру лица, о чем думают, кто его знает, такое ощущение, там, кроме корысти, денег, власти, этой, вот, что-то, знаете, все. Да, всегда такое было и всегда до конца времен и будет такое. Церковь, она всегда состояла из малого стада. Господь так и говорил, не бойся, малое стадо. Мало, мало, верно. И жалко, что попы наши, они очень мало людям объясняют. Вот соседка поет, вот церковь из Передоновского какой-то, обмелька, и она, ну так, так, она пожилая очень женщина, и она, я не думала, что ты, век, это ты такая, выставка, не надо, выставка, ты прям, а я и устойчива, крепко так вот, все, как надо, она говорит, она слушает, ну, верующая, женщина, видать, что, ну, как она это все чувствует, я не знаю, когда себя человек верит, но я говорю, самое же главное, понимаете, знать, что Иисус, Святого Спасителя пришел на землю спасти нас, все бы в аду были, ну, так вот, я объясняю, простонечко так, вот это главное, понимаете. Ну, это главное, но нам еще надо и доказать любовь свою Богу, любовь-то, она обязательно должна обоюдной быть, Господь нас любит, а мы чем доказывать-то будем любовь, всегда любящие, есть пара, да, жених и невеста, вот церковь, она предстоит в образе невесты, да, вот жених, как Христа называют в Евангелии женихом, слово Божие говорит, все жених грядет в полуночь, жених, Христос жених, а куда он грядет, и он идет за невестой, за своей, за церковью, за нами, мы церковь Божия, мы его невеста, вот, он нас любит, жених, да, но мы-то как-то должны ему тоже свою взаимную любовь показывать, а вот именно чем любовь-то, а в отвержении себя, не должны себя отвергнуться, а как отвергнуться себя, это ограничить себя, ради Господа, захотел сказать это, вот оно, без тебя лезет, это слово, ради Господа, молчи, захотел повкуснее поесть, ради Господа, не ешь, делай все возможное, ради Христа, вот прям хочу, не могу это сделать, да, а ради Господа не буду делать, вот, и это нам меняется, как уже ответная любовь к Богу, ну, то есть, православие, это называется аскетизм, для этого и пасты существуют, а для чего они, для чего он паст, он просто, человеку тяжело, как бы, самому определиться в жизни, да, иногда и вот это вот, все равно, сластолюбие, оно побаривает человека, и человек думает, да, ну, сегодня не буду, завтра, завтра не буду, послезавтра, а апостол, ничего, поставлен, просто так легче смирять себя, ну, и по числам, и по дням, по дням, да, вот, уже ты просто ставишь перед собой цель какую-то и достигаешь, тяжелый путь какой-то, допустим, длинный, или работа какая-то тяжелая, я вот всегда заставил, намечал цель какую-то, так, мне сейчас надо дойти до этого определенного участка, да, не весь путь смотреть сразу вперед, о, какой путь огромный, оставь от кочки до кочки, вот, так же и посты они, вот, неделю продержался в посте, ну, еще неделю, еще неделю, еще неделю продержался, ну, все, и последние недели, о, и последнюю неделю. Я тоже телевизор не включаю, общаться не общаюсь, так как, ну, не с кем общаться-то, как такое общение, а как, я могу неделю, вот, я вообще ни с кем не общалась, вот, только смотрела, ну, с Богом общалась, Библию читала, все, и мне ничего не хочется, вот, абсолютно, я иногда думаю, может быть, это плохо, ну, вот, к этому, ко всему, кто-то музыку, кто-то рисует, а я не то, ни то, ни хак, не рисую, ни музыку, даже не дожу. Это хорошо, это хороший показатель, это именно отвержение мира, Господь сказал, не любите мир, а чего именно в мире, ну, в мире есть много чего хорошего, природа, там, красивая, да, небо, красивые звезды, это можно любить, это творение Божие. Кто смотрел окно, интересно мне? Весна, весна приходит, как распускаются листочки, конечно, это мы можем любить, потому что творение Божие, мы за этим наблюдаем, и нам все нравится, потому что Господь, когда создавал все, да, Он был сам доволен, как написано, что сам Бог говорит, это есть хорошо, это нравилось Богу. Мне сразу как-то вот еще два года назад, мне еще как-то вот музыку православную слушало, потом все, вот так отрезало. Единственное, мало послушать одну песню, слава Богу, да, что так поет священник красиво, или милосердный отец, ну, такие вот песни, ну, и то как-то, даже этого он не хочет слушать. Это хорошо, это хороший показатель, очень хороший, за это тоже надо Господа благодарить, что такое есть, к этому, я вот с близкими, тоже с родственниками, я говорю, именно к этому и направляю, я говорю, ищите этого от мира подальше, подальше, а человеку очень тяжело это понять, да как я, как это, вот у меня тут дача, огород тут все, ну, правильно, дача, огород, ну, делай, да, делай и с любовью, это делай, и с радостью, но это делай ради того, чтобы накормить себя, там, и детей близких своих, это же в этом прок есть, но опять же, хорошо пойти, да, там, на рыбалку, да, или в лес за грибами, но пойти не ради, собственно, там, угождения своим интересам, а ради того, чтобы накормить себя и близких, рыбу ловит, и тут же отпускает, ему вот нравится вот это, как бы, азарт вот это, а это есть, конечно, от духов нечистых, это все не божие, или охота, там, убивать животных ради убийства, ну, это вообще, а у тебя раньше привязанность какая-нибудь была, вот, до этого всего? Да не было у меня ничего, я уже тогда, я не понимал, почему я мир, мир этот ненавижу, у меня с детства было это, я не доволен, вообще у меня не было никакой привязанности ни к чему, как, Господь давал таланты, я, как бы, в любой профессии осваивал, ну, и строительство, там, допустим, и художество, и, как он, пословица, и я и жнец, и чтец, и на дудея, и грея, ну, да, за любую работу брал, брался, и у меня все получалось, но это меня не увлекало, оно, как бы, не давало такого вот утешения, вот, а когда лег на койх, и узнал, Господа, я, вот оно, единственное утешение, стремление к миру горнему, к миру вечному, ничего здесь, а оно все временное, присылают, там, вот, посмотри, какие там эти самые чудеса, там, тадж-махалы всякие, эфелево башни, ну, и чему там можно, чему там порадоваться, или там на скрипке он играет, там, мелодию, такая, невообразимую, она даже не трогает, ну, никак, я говорю, ты посмотри, в небо, да, в этот, в космос, в ночной космос, посмотри, ну, как это может сравниться с какой-то игрой на скрипке, я тоже раньше, ой, как мне хотелось в Израиль, это уже последние, вот эти, вот, походить, по местам, где ходил, и сухие, тот мой, господ любимый, и, знаешь, все такое, а до этого в Индию, как бы, раньше, может, когда-нибудь еще и во Францию, куда-нибудь, сейчас никуда, вот, даже, ну, только что на озеро, ради ножки, чтобы ее поплюхать, и то не хочется, вообще, отпало такое ощущение, что бы, ну, я не знаю, я бы не сегодня-давтра, если бы помочь ребенку, что нужно, я бы говорю, вот, тебе, забери меня, или как-нибудь, я не хочу тут быть, ну, не хочу, если я нужна здесь, для какого-то значения такого, можно носить что-то людям, или, если я действительно нужна, значит, я буду, хоть, треснить последнее, но, если я не нужна, то здесь мне тоже ничего, как не было. Ну, такие вопросы я тоже задавал, вообще, святые не советуют, так, Господь, Он лучше знает, когда, когда, кому. это состояние, надо в себе удерживать, его надо постоянно возгревать, как бы, вскармливать, взращивать в себе это состояние, его очень, его обрести-то, ну, не сложно, его Бог, казалось бы, дал вот человеку, да, это как дар, это награда большая, вот такое чувство иметь, но его очень легко и потерять, потому, что сатана может что-нибудь такое подкинуть, что и влюбишься, и в мир, и все, все, что хочешь, может, и Господь может послать испытания. Это уже мне не дай Бог, конечно, ну, не знаю, ну, кто его знает, жизнь такая, что залитаться ни от чего нельзя, в чем мы тут стоять, можем, если мы стоять, конечно, ну, как ты говорил, принеси мне тут ящик, чемодан с долларами, тут миллионом, и скажи, вставай, и я бы тоже не хотела, вот, кто знает, вот, почитай, Иова, читала наверняка, многострадального, но как его испытал-то Господь, сатана-то, он его как провел, через какие, и он доказал свою любовь к Богу, вот, не приведи Бог такой, это же, это же лишил и детей, и всего, всего, что имел, и человек показал свою любовь. А это было на самом деле такой человек, или просто описание? Конечно, все было на самом деле, Библия написана, Духом Святым, вот, это все настоящие исторические факты, потому что от Духа Божия. Ну, вот, тут понятно, вот, некоторые, вот, как бы, притчи, это вот как притча, а это все, где он живет. Ну, где притча, она притчей обозначается, Господь говорил, где притчами, Он говорит, как Он ученикам говорил, вам надлежит знать тайны, а остальным притчем, то есть, он ученикам раскрывал суть событий, а другим людям притчи говорил. Притча, она тоже полезная штука в притче, много, много чего открывается для, ну, как бы, той стороне нашей души, которая через прямое видение, ну, недоступна. Есть такое в мире, что оно словом невозможно объяснить, да, таких слов даже не существует, что чувствует душа, вот, а притча она иногда доносит. Наташа, ну, ладно, что-то мы заговорились, это, а то мне уж пора, там, матушка ждет. Ага, хорошо, спасибо большое, я очень-очень рада была увидеть тебя, познакомиться, можно я тебя братом буду называть? Так мы, конечно, мы же, если мы Господа любим, мы Его отцом чтим, своим конечным братьям, спасибо тебе большое, что ты столько времени не убедил. Спасибо тебе большое,